Доброе утро! Доброе утро! Конечно же, наше уважаемое, компетентное, милое, прекрасное жюри. Ну вот прям вот так хочется сегодня говорить, потому что, напомню, номеролог Сауле Ибраева. Доброе утро! Доброе утро и вам! Детский психолог Анастасия Патманиди. Доброе утро! Доброе утро! Дизайнер Ирина Янг. Здравствуйте! Здравствуйте и вам! Ну, с героями сегодняшней программы мы познакомимся чуть позже, а пока давайте вспомним, как это было на прошлой неделе. Итак, все, внимание на экран. Героями прошлой программы были Кирилл и Боуржан. В первом конкурсе папам нужно было развлечь своих детей. Кирилл легко справился с заданием. Вместе с детьми он устроил настоящие гонки на самокатах. А после предложил дочкам порисовать. Но так увлекся процессом, что не заметил, как младшая попробовала мел. Боуржан же решил провести утреннюю зарядку и вовлек в процесс всех детей. Во втором задании Кирилл отправился на кухню и готовил сырники. Но, по мнению жюри, во время этого процесса наш герой слишком мало времени уделял младшей дочке. Боуржан готовил гренки. Дети с удовольствием помогали папе. Но во время еды произошел конфликт. Младшие дети не поделили десерт. Папа не растерялся и мастерски их помирил. В итоге победа и золотая медаль по праву достались Боуржану. Поздравляем! Ну что ж, вот так вот весело и непринужденно, можно сказать, с огоньком прошла игра. Я уверен, что и сегодня мы получим массу положительных впечатлений. Итак, знакомимся. Мирхат и Дарын. Мирхат. 30 лет. Композитор. 12 лет назад во дворе в компании друзей Мирхат заметил незнакомую девушку. Начал ухаживать, частенько пел под окнами Юлии. Через 5 лет они поженились. Сейчас у них есть сын Эмин. Ему полтора года. Мирхат сторонник активной жизни. С удовольствием занимается спортом, любит футбол, рафтинг, катается на сноуборде и мотоцикле. Уверен, что когда сын подрастет, станет профессиональным футболистом. Мирхат очень любит детей и планирует в скором будущем порадовать сына появлением маленькой дочери. Суперпапа, это я! Дарын. 30 лет. Инженер. Благодаря общим знакомым встретил любовь всей своей жизни. В 2001 году Дарын и Саним поженились. Их дочери Маляке сейчас 5 лет. Несмотря на загруженность на работе, Дарын находит время для отдыха. Любит играть в футбол, слушает музыку, много читает. Каждый вечер обязательно помогает делать домашние задания, которые задают дочке в садике. Кем девочка станет в будущем, пока не ясно. Но папа будет прилагать все усилия для того, чтобы дочь нашла свое место в жизни и стала отличным специаликом. Я суперпапа! Ну, трудно предугадать, кто сегодня станет победителем, но одно могу сказать наверняка. Мы никогда бы не узнали об этих папах, если бы они не зашли на сайт оружантовая.кз и не заполнили бы анкету участника. Так что следуйте их примеру и добро пожаловать к нам в студию. Ну а сейчас самое время начинать первый конкурс. Так, все, внимание, на экран. Все, пошла я. Ну давай. Справимся здесь без меня. Да, справимся ты. Ты главное, а тетя Надя что-нибудь привези нам. Ладно, все, давай. Все, давай, пока, пока, скажи пока, пока. А мы пойдем кушать. Ну мне кажется, он камеру испугался, не того, что мама уходит. Потому что папа... Ну маленький еще просто. Да, посмотри нашего ребенка. Сейчас мы будем готовить суп-пюре из тыквы, так как потом сейчас сезон тыквы. Плюс оно еще и полезное, еще и недорого. Вот, и мы еще сделаем, может быть, дополнительную какую-нибудь импровизацию из фруктов, типа десертика. И я сегодня накормлю своего сына Эмина. Я супер-папа. Не знаю, по какому рецепту, ну вроде, делается все это очень просто. Просто-просто-просто-просто. Где у нас эта штука? Давай я тебе пока мультфильм включу. А вот сразу уже стоит твой канал. На тебе соску. У меня надо будет, не плачь. Да я тебе прикручу. Усатый соска. Этой соской испортил все впечатление. Жена против соски, и я тоже против. Ну, увы, пока не можем отучить. Ну, я надеюсь, что вот в скором времени, короче, нахватаемся терпением и отучим его. Мерхат, уж поторопитесь. Сауля уже минус вам поставил только что. Надо закинуть. Сейчас, Эмин, подожди. Я вот закинул все. Пока будет бориться, мы будем сейчас резать фруктовый салатик. Давай резать банан. Смотри. Не, ну это правильно, да? Абсолютно нормально, безопасно. Он же сам держит нож. Нужно будет так делать. Сегодня мы первый раз вообще пользуемся столовым ножиком. Так что это было тоже во время импровизации. Как-то вот так взял, дал нож и порезали первый раз. Так, давай мы сейчас салатик возьмем. Этот заправим. Так, так. Йогурта у нас нет, мы его положим туда мороженое, да? Я знаю. Только не ешь. Мы это будем десертик делать. Так, это у нас здесь кипит все еще. Давай лучше положим сюда. Я готовлю очень вкусно. Стойки, шашлыки и все вот эти дела, там, каурдаки, бешпармаки. Жена мне доверяет, доверяет мои друзья. Я надеюсь, что будет и мой сын доверять. Ну это банан уже, да? Вкусно, вкусно. Ну и ты кивиный суп скажи, да, пожалуйста, когда там фрукты и мороженое, да? Вроде в моем понимании суп-пюре это вот так, короче, готовится. Прям цвет такой еще хороший получился. Во, вообще обалденно. Да ими, ну тебе папа вообще супер, оказывается. Нереально супер, папа. А суп-пюре я вообще сегодня первый раз приготовил. На вид, в принципе-то, неплохо выглядит. Оформил даже петрушкой. Надеюсь, так же будет вкусно. Ребенка все в порядке с аппетитом. И фрукты, да, съел, и это. Давай там за кого? За маму или за линькин парк? С ложкой, в принципе, пользоваться он научился, то есть, в смысле, научила жена. Ну, он больше, конечно, играется, нежели ест им. Но в основном в конце он добивает просто вот так. Точи, брат, точи. Вкусно, да? Вот. Супер, папа. Точи. Ты опять, что ли? Ладно, я сейчас за тряпочкой. Сейчас протру тебе все и пойдем играться. Нормально. Все, пойдем. Пойдем умываться. Слушайте, ну действительно, супер папа Мирхат, и мне кажется, что у него вырастет такой же супер сын, да? Но не будем торопиться с выводами и не будем пока присуждать победу Мирхату, хотя вы уже это хотите сделать. Давайте посмотрим первый конкурс с Дарыной. Я думаю, что тоже замечательный папа. Итак, смотрим внимательно. Пойдемте пока. Будь лак. Ну, тут девочка, тут поспокойнее все будет, мне кажется. Ну, девочка постарше, да, по-моему? Да, да. Старше, конечно. Года на два точно, да? Пять. Мы два с половиной года прожили в Австралии, поэтому у Маляки основной язык получается английский. Ей легче разговаривать на английском, а мы сейчас потихоньку русский и казахский нагоняем. В садик изучают, с другими ребятами общаются, но с нами все равно она на английском. Вот хорошо. Несколько языков. Мы поставили воду, теперь подождем, пока она вскипятит, да? So it will be hot. Then I'll add rice. Okay? Okay. So let's wait for water. How long do you think it will take? 10 minutes? 5? 100? 100? That's too long. Not 100. Ну, мы сейчас собираемся готовить рис. К сожалению, Маляка, хоть и казашка, но более вегетарианка, чем я и ее мама. Поэтому мы в основном ей готовим отдельно, а сами с мясом. Careful. Hold, hold, hold. I'll put this. So мы подождем пока минут 5-10, да? Wait 5-10 minutes before it's rice is ready, да? Да? Он спрашивает, да? Что остается с дочкой? И говорит, конечно, конечно, да. Ждем. Before it's rice is ready, да? Да. Давай проверим, готовы или нет. Good? Она говорит, горячо, а он говорит, good. Ей горячо, это три сорта. А, а вот такой, как будто ли ход. Да, ты же. Я сам, няня. Я. Ты сама знаешь? Да. Молодец. Какая-то смесь языковая, понимаешь? What's your favorite food? What's your... What's your... You finished? Done? Well done. High five. И... И... Луан, иди на. Let's wash... Let's wash the plates. Let's go. Ну, посуду хотят помыть. Хорошо. Молодцы. Молодцы, да. Там-дам-дам. Ага. Давай, мы закончили. Теперь пойдём играть. Окей? Let's go. А! Дарын тоже замечательный папа, поэтому я предлагаю прямо сейчас приступить к обсуждению. И начну я с вас, Соули. Если вы не против, наш нумеролог расскажет, что говорят цифры о наших папах. Прошу, Соули, вам добрые, замечательные слова. Хотим услышать от вас. Конечно, как всегда. Спасибо. Да. Мирхат, ну, мы сами видели все, очень обаятельный человек. Я вот думаю, что если он займётся ещё и торговлей, у него замечательно это получится, потому что у него есть знак «Бог торговли». Я даже его представляю, но он настолько обаятелен, что он, по-моему, продаст всё. Ну, да. Такой банданин мне напоминает такого гангстера почему-то. Валенки, знаете, где-нибудь там в Африке продастся, холодильники где-нибудь на Крайнем Севере. В общем, есть такой дар, да? Мирхат, обратите внимание. Так, спасибо. Очень твёрдый характер, очень устремлённый человек, прекрасно развитая интуиция. Все всегда знают, что сказать, сделать и так далее. Что же говорят цифры о Дарыне, пожалуйста, скажите нам. Вы знаете, Дарын гораздо мягче характера, ну, мы это увидели. Рис так рис, как говорится, да, там английский так английский. Ну, там же девочка, поэтому, может быть, нет? Нет, просто характер ещё такой у него, вы знаете, и он человек достаточно в чём-то творческий. Да? Конечно. Что я могу сказать о нём? Ангел-хранитель, деньги есть, тоже интуиция, достаточная энергия, и Дарын очень добрый человек. Ну, это хорошо. Ну, вот такой вот папа, и я рекомендую этот год вам, Дарын, использовать для того, чтобы можно поменять, опять же, место жительства, недвижимостью заняться и так далее, домом. То есть любой переезд в этом году будет просто только на пользу. Это моя рекомендация как нумеролога. Желаю вам удачи обоим папам. Ну, спасибо, Саулем. Переходим к детскому психологу. Я бы хотел ваше мнение узнать, что вы скажете о поведении наших детей. Анастасия, прошу. Верхат, ну вот у вас, тут все заёрзали на стульях, когда увидели соску, и вы правильно сказали, что не всегда родителям хватает терпения, чтобы отучить от русских. Но чаще всего вообще дети, которые на грудном вскармливании, достаточно положенное время, скажем, там, первый год, то они, как правило, соску не сосут. И почему появляется соска? Ну, видимо, может быть, беспокойные детки плачут, чтобы просто успокоить. В вашей ситуации я не увидела проблемы, зачем нужна была соска и телевизор. Ну, кстати, да. Да, вот, то есть иногда мы уже на автомате какие-то вещи делаем, да, то есть нужно сначала остановиться, сказать так, стоп, зачем я сейчас делаю? Зачем, да. Да, зачем? То есть ребёнок не был в таком истерическом состоянии, ну, может быть, просто папа нервничал. То есть не нужно всегда предлагать соску и телевизор. Если этого не нет, в этом не нужно. Необходимости. Вы знаете, вот в возрасте полутора лет у Эмина есть потребность общений. Так. При том, как фонтанируется Мирхат, как он говорит, у него мальчик заговорит достаточно, ну, должен уже говорить или заговорит достаточно рано. Так, а что же Дарына? Дарын. Вы знаете, у Дарына такая ситуация, которая очень часто встречается не только то, что вот они вернулись из другой страны, а в нашей стране вот билингвальность, да, вот два языка. А у нас даже порой три языка, например, не только казахи живут и русские, да, у нас каких только национальностей нет. Согласен. Поэтому казахский, русский и ещё и родной какой-нибудь другой национальностей. Ну да, да, да. То есть два-три языка у нас встречаются. И поэтому такие детки, какая проблема у таких детей? Я не говорю сейчас про семью Дарына. Я понял, да, в целом вы говорите о других. Ага, да, скажите. Потому что, например, два языка, используемые дома, не всегда дают вот именно развитие речи и мышление ребёнка. Вот, нет. Иногда идёт притормаживание развития речи. Я сижу и напрягаюсь. Я не слышу, почему не говорит девочка, да, почему я не слышу маляку. Ну тут, может быть, камеры. Да, да, да. Потом, нет, в итоге я услышала, что она заговорила. Рекомендуется в таких случаях перейти дома на какой-то один язык, а второй добавлять. Ну, собственно, Дарына это и показал. У них всё-таки основной английский, он перемешивает. Но тем не менее, да, дополнение. Да, где-то там казахские слова мы слышим речь. Ну, если ребёнок мыслит на английском языке, лучше применять английский язык и внедрять потихонечку второй язык. Ну что ж, спасибо, Анастасия, за ваши пожелания. Переходим к нашему звёздному гостю, к дизайнеру. И, кстати, мама, я бы хотел напомнить, Ирина, прошу, что вы скажете о папах в целом? Такие полярные папы. Абсолютно, да. И дети у них, знаете, как здесь вот два одинаковых человека, дочка, папа. И здесь тоже два одинаковых человека, как будто большая копия сидит и маленькая. Да-да-да, по темпераменту, да, по... Как они пьют, да. И это так заметно. И как бы у меня такое впечатление, знаете, запомнилась фраза «точи, брат, точи». Это с одной стороны и с другой. Let's go, let's go. Rice, впадути. Да, и так это всё, gentle всё это было. На самом деле, уникальная девочка, если она знает сейчас английский, я думаю, она освоит и русский, и казахский. Представляете, как ей повезло. То есть у неё есть язык, который позволяет ей в любую точку мира приехать, и её там будут понимать. И сама будет. Это супер, да. А здесь столько энергии. Вот мне кажется, такой ребёнок, он вырастет тоже каким-то таким вот... Он будет всё время что-то креатить, что-то придумать с таким папой. Спорт, музыка, движение. Папа такой вот «точи, брат, точи». И будет всё это вот настолько весело. Очень понравились папы. Просто замечательно. Но вот при том, что они оба разные, абсолютно разные, но ведь оба молодцы, ни к чему не придерёшься. И вот какой папа-то сегодня получит золотую медаль? У них вот как нет такой, что прям они не в своей стихии, что-то такое происходит. У этого стихия такая спокойная, уравновешенная, а здесь азарт. Всё правильно. Но какой папа золотую медаль-то получит? Вот это важно же для нас. Не знаю. Ну хорошо, я думаю, что второй конкурс нам поможет и подскажет. Так, давайте посмотрим тогда. Вот вещички наши тут как раз. Переодену тебе. Опа. Именно вещь сейчас такой чумазый, оранжевый. Надо его сейчас переодеть в форму Ювендуса. Я не знаю, в будущем ты будешь болеть за Ювендуса или нет, но пока у тебя выбора точно нет. Так что придётся с паханом одевать то же самое, короче. Типа одеваю, да, короче? Во! Два матрасника. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Чего, Эминэн, ты у нас будешь вратарём или нападающий, или полузащитник, или вообще просто тренер? Чего, ну для полтора года хорошо ходит уже, да? Нет, ну вообще хорошо. Всё нормально. Абсолютно прекрасно разве. Короче, что-то мне кажется, ты вообще футбол не собираешься заниматься. Да он ответить не может. Что-то так с горечью, Мирхат. По крайней мере, ставлю всю цель на футбол. В общем, я попытался вам предложить поиграть в футбол. Из этого ничего не вышло. Ну сейчас попробуем хотя бы раскраски, что ли. Что ли, хотя бы. Макай пальчик сюда. Ага. Вот, надо рисовать так же вот. Вот сюда. Смотри, Эмин. А это прям вот техника рукой, да, есть? Пальчик на рисовании. Чук. Угу. Вот так. Вот так. Вот жёлтый возьми. Вот так, смотри. Ну, Эмин, если у вас детский, может быть, они всеедобные. Да. Фу, кака. Короче, не ешь эту штуку. В инструкции было написано, что эти краски, в принципе-то, можно кушать. Я попробовал. Как так? Это невозможно. Это нельзя детям. Давай. Ну там же не написано, кормите детей этим. Можно сюда вот так. Чук. В итоге, короче, мы... Твоё лицо давай расскажем. Давай, можешь меня покрасить? Я как надо, как в фильме, как командор. Ту-ду-ду. 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 Хе-хе-хе. Иди сюда. Мама будет в шоке. Отлично он всё делает. Молодец. В общем, игра была хорошая. Мы этой раскраской увлеклись, короче, и получилось, что мы вот так, вшум, вшум, как командос накрасили. Самое главное, чтобы нас мама потом не прибила. Время... Блин, мама ещё не скоро придёт. Нам бы с тобой прибраться и лица помыть. А то потом получим мы. Всё, ими... Пойдём. Пока мама не приехала, умоемся к нюшу. За собой оставили там глядя. Бежим, 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 бежим. Давай, пока мама не приехала. Давай носочки снимем. Давай. Давай. Эмин у нас очень любит воду. Прямо вообще нереально. Его вытащить с ванны – это просто целая катастрофа. Последний день. Пойдём, пойдём. Я тебе сейчас пюрешку дам. Вкусненькую. Пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути. Смотри. Смотри, что у нас вкусненькое тут. Во. Ням-ням-ням. Ну всё. Провели чудесный день с тобой. Побаловались. Сейчас мама придёт, а нам спать пора. Всё. Пошли. Ну, я думаю, что раз он отвлекать умеет сына, то и спокойно уложил спать. Я думаю, без каких-либо проблем. Правда же, Анастасия? Как вы думаете, да? Давайте посмотрим, как второй конкурс пройдёт для Дарына. Давай, Маляка. Давай здесь, наверное, сделаем лошадку. Не поранься, не поранься, переживай, как папа, да? Там, наоборот, на тебе! Ну, это девочка же, поэтому совсем... Сейчас наша задача сделать поделку. Вчера купили. Надеюсь, с дочкой у нас всё получится. Не зря же я техническое образование получал. Какой цвет? Вот краба. Жёлтый, да? А казахша? Сара? А много цветов? Вот цвет. Фиолетовый. Фиолетовый, молодец. Много цветов? Белый. Белый. Казахша? Ах. Так, молодец. Ну, сейчас уже почти два года, как мы переехали. Мы всё время стараемся изучать русский и казахский языки. И всё время я постараюсь сказать то, что она знает на английском, а переводы на русском и на казахском повторять. Это цвет, everything yellow, да? Всё здесь? Да, всё здесь. Не глазами, а всё. Всё. Окей. 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 я вам Facinione. Я вам сп coaching. Окей. Да всё, awesome. А что ты, маме? Всё, маленькая, теперь давай поиграем в баскетбол с игрушками. Поиграем в баскетбол. Ты садись на диван, а я покидаю мячик. Вот, да. Какая? Теперь давай. А, вот так? Хорошая, кстати, игра. Не, не слишком близко. Давай, давай. О, нет. Теперь ты. Давай, я иду. Ты, ты, давай. Так. Вот, видите, как. Соли, что вам? Мне нравится такая идея. Ну, ты любишь баскетбол? Да. Какая-то футбол? То, что мы играли в баскетбол, мы обычно делаем, когда убираемся дома. Так интереснее и веселее, чем просто убирать комнату. Я с вами согласен, Дарвин. Правильно все. Молодец. Я хочу слишком много. Ты хочешь слишком много, конечно. Все, мы закончили. Да. Теперь ты играешь? Давайте. Где? Ты играешь? Ты играешь? Ты играешь в баскетбол? Да, давайте играем в баскетбол. Ура! Слушайте, ну, они направились опять играть. Наверняка на улице, я так думаю, да? Ну, тем не менее, молодец, папа, правда же, Соли? Или вы как-то вот смотрите, что-то вам к чему-то вы точно хотите придраться, Соли? А ну-ка скажите. Мурат, я бы не говорила придраться. А что? А вот моя рекомендация дать Малеке немного больше самостоятельности. А я не согласен с вами. А что говорят цифры? Хорошо. А цифры говорят насчет профессии будущего Малеки. Давайте, прошу. Что из таких вот как раз людей, из такими цифрами получаются очень хорошие психологи и врачи. Мы сейчас про кого говорим? Мы говорим про Малеку и Дарына. Все, все, все. Пошел разговор. У девочки, знаете, хороший, неплохой характер. Рекомендую носить защитный амулет. У него достаточно энергии, достаточно доброты и сочувствия. Вот у таких врачей, знаете, выздоравливают пациенты. Здорово. Ну, вот Дарына, я думаю, что сейчас отметит для себя это. Спасибо. Так, что же? С именом очень интересно. Есть царственный знак, романовский знак. И поэтому, вы знаете, Мирхат, вы, конечно, можете там кричать, точи, что-то еще делай. Так. Ваш сын будет делать то, что захочет он сам. Это пока он маленький просто, да, поэтому? Да, пока он просто очень маленький, совершенно очаровательный. Твердый характер, неплохо будет учиться ребенок в школе, очень циреустремленный. Практически полная матрица у Эмина. Есть ангел-хранитель, все хорошо. Но, я говорю, романовский царственный знак. Это еще раз говорит о том, что он сам знает, что он будет делать. Ну, здорово. Спасибо огромное, Соле, за вашу полезную информацию. Я думаю, что она очень полезна для родителей. Мы вернемся к вам, Анастасия. Давайте перейдем к нашему звездному гостю, к Ирине. Что вы скажете про второй конкурс? С кого начнем? С Мирхата? Я очарована пьетом папой. Кем? Ты же взять в краске. Я же художник. С ними. Друг друга. Не знаю. В общем, ностальгия у вас какая-то. Какой такой контакт. Сыну нравится и папе нравится. И главное, мама только бы не увидела. Ну, конечно. Весь ковер уляпали. Ну, главное, чтобы мама не увидела. Ну, вся страна уже увидела тут по телевизору, в принципе. Маму как бы боятся. Ну, да. Это очень хорошо. Ну, конечно, хорошо. Да, да, да. Вот. Дарын, да, я согласна с Сауле. Чрезмерная опека приводит к тому, что девочка уже ничего не делает. Там такая принцесса сидит, и папа все сделает, а я буду там что-то как-то. Самостоятельность. Этому надо учить. Это не дается с рождения. Этому надо учить и воспитывать самостоятельность в девочке в том числе. Поэтому у меня пока такой выбор не сделан. Я пока размышляю. Но тем не менее... Но тем не менее размышляю, да. Все ясно. Хорошо, Ирина, спасибо Сауле, Ирина. Все равно я считаю, что, Дарын, вы все правильно делаете. Анастасия, вы подведете итоги сейчас, прошу. Да, я с радостью подведу итоги. С кого начнем? Тут психолог, сижу рядом с нумерологом, но, естественно, наука, цифры. Ну, то есть мы никаким образом наука, наверное, психология не пересекаются с нумерологией. Но тем не менее, есть один очень важный момент, который я хочу подтвердить. Вот Сауле говорит, что у Мирха Таймин будет делать то, что захочет он сам. А здесь есть очень глубокое и в то же время простое обоснование с точки зрения психологии. Какое? При таком отношении родителей, которые папа очень уверен в себе, папа вот такой, да классно, все супер, папа не тревожный, папа замечательный, он вдохновляет своего ребенка, конечно, сын будет делать, что он захочет. Папа хвай, папа будет рад любому проявлению ребенка, естественно, ребенок будет с радостью делать то, что он хочет. То есть при таком отношении всегда дети будут делать то, что они захотят. Что же Дарын тогда? Вы знаете, я хочу сказать, что, боже, какое счастье, папа вдохновлен дочерью. Дочь – это базовое чувство, первый мужчина в жизни, который за нее все подумает. Он будет истелить соломку, это прекрасно. А у нее сложится вот это базовое отношение к мужчинам, что мужчина – это всегда надежно, это всегда опора, это всегда возможность каких-то, то есть она будет как женщина, понимаете, она будет знать, что у нее поддержка. Поэтому Дарын все правильно делает, единственное мое пожелание, Дарын, рожайте еще, и ни одного. У вас столько, столько у вас энергии, вы так вдохновляетесь детьми, что, конечно, вам хочется пожелать еще, и тогда и маляка разбавиться. Вот, появится, это самое самостоятельное. Появится, но доберегите детей, любите их, да хватит им в жизни еще этой самостоятельности, всему нам. Анастасия, давайте подведем итоги. Все-таки вы не против того, что увидели Дарына? Я за. Вы за. Я за, за. Вот два на два у нас сейчас, два мнения на два. Но, к сожалению, я-то… Подождите, я говорю про Дарына сейчас, про то, что правильно он себя вел или нет. Но ведь я-то не жюри, к сожалению, жюри у нас всего три человека, и сейчас в этом конверте, чьих фотографий окажется больше, тот и получит золотую медаль. Но статус суперпапы оба получают автоматически. Сегодня все были великолепны, а вот золотую медаль только, к сожалению, один. Итак, внимание, время пошло. Прошу. Все сейчас, собственно, в руках нашего уважаемого жюри. Здрасте. Раз, три, два, два с половиной, два с ниточкой и… Мы готовы. Здорово. Как всегда, было приятно провести с вами это чудесное утро. Спасибо огромное. Но вы, уважаемые телезрители, никуда не переключайтесь, потому что через несколько секунд здесь появится папа, и мы узнаем имя нашего победителя. И так вот и настал тот самый волнительный момент для всех нас, для пап, для мам и, конечно же, для детей. Потому что все хотят получить золотую медаль, но перед тем, как я открою конверт, я бы хотел вам подарить сказки. Виктория Маминбаева объединила казахстанских известных людей, и они написали свои любимые сказки. Поэтому вы будете читать на ночь своей дочке, а вы будете своему сыну, прошу. Ну и можно поаплодировать папу здесь? Конечно, конечно. Теперь вот этот чудесный вот замок от нашего партнера от компании Фишер Прайс. Ну, поскольку здесь солдат, замок это достанется вам, сыну. Пожалуйста, это вам. А вот этот чудесный домик, кому? Это тебе. That's for you. Держи. Это тебе, прошу. Ну, мам, пока поддержишь. Ну, как для любой девочки это нормально. А от нашего дорогого, от нашего любимого партнера от компании Несле, корзина, вот полная продуктов, вот для всей семьи. Давайте поаплодируем. Аплодисменты! Это все вам. Ну вот, Мирхат, вот прям вот ваша энергия, прям вот знаете, как хочется сделать? Вот так вот. Ловите, вжог. Я уверен, что вы прямо сейчас скушуете здесь, я уверен в этом. Мирхат, подожди, не торопитесь. Давайте узнаем, какую медаль вы получили. Пока в карман, шоколадку в карман можно. Вот, вот, вот здесь он, отлично, вижу. Супер. Итак, внимание. Вы готовы? А вы, телезрители, готовы? Внимание. Здесь много фотографий, поэтому пока счет 1-0 в пользу Дарына. Пока в пользу вас. Аплодисменты. Прошу. Внимание. 1-1, 1-1 счет. Внимание, аплодисменты. Ну вот, жюри сегодня решило, что Мирхат получает золотую медаль. Друзья, вы вот смотрите, как H2, H2. Вот так вот, смотрите, как прыгаете, Мирхат, прыгаете от радости. Аплодисменты. Счет 3-1. Обнимайтесь, поздравляйте друг друга. Начнем мы с серебряной медали. Можно вас, Дармин, пригласить в центр нашей студии. Там, 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 на рад, та-та-та-та-та. Поздравляю вас. Серебряная медаль дает право вновь принять честь о нашей программе. И аплодисменты, это все заслуженные вам. Ну, возьмите сына, возьмите сына, конечно же. Золотая медаль и статус суперпапы сегодня от радости, сын, от радости. Можно сыну одену или вам? Давайте сыну, конечно. Повернитесь, покажите всем. Золотая медаль достается Мирхат, аплодисменты. Ну что ж, поздравляйте, пожалуйста, своих пап. Радуйтесь, обнимайтесь. А я хочу напомнить, что меня зовут Мурат Мудруганов. И это программа «Суперпапа». Мы выходим каждую неделю на телеканале Астана ТВ. Не пропускайте нас. Спасибо, что вы с нами. До новых встреч. Пока-пока. Любите своих детей и принимайте участие в нашей программе. Мирхат, Мирхат, повернитесь и помашите. До встречи. Спасибо всем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова